Ну что ж, приветствую всех настоящих ценителей бокса. Как видите, сегодня приходится прямо на улице, посреди улицы, записывать обзор боя Кроуфорд против Хорна. Почему? Потому что дома я весь день прождал записи в высоком качестве, и так и не дождался. Пришлось посмотреть с низкой частотой кадров, пусть и сочными цветами отрывки какие-то. Ну, в общем, запись, по сути, там тоже у меня была, но такая плохенькая. Ну и давайте вот бой обсудим. Перед этим еще есть маленькие радости. Я поставил для себя по меркам ставок довольно крупную сумму, 80 долларов на победу Кроуфорда, ну и он победил. Я знаю некоторые блогеры, например, BoxingBets, блог Дмитрий Моисеев ставил на продолжительность боя. Ну, мне такая ставка показалась рискованной, хотя по факту его ставка тоже прекрасно прошла. Теперь о бое. Если вы смотрели прогноз на этот бой, то в чем там была идея? Что была интрига, как же будет Кроуфорда действовать? То есть вроде как можно в стиле, ну, Майвезер, что ли, когда ты дистанционный, боксер чуткий, а бегать противника раздергать, как он сделал с Виктором Постолом. Но как бы мы вот в прогнозе-то, до чего дошли в рассуждениях, что Кроуфорд все же, так как он очень техничный, у него очень правильные удары, то как-то не странно, ну, благодаря, в общем-то, технике, хоть он и, в общем-то, слабее физически, это для него новый вес, ну, по сравнению с Хорном, то он будет жестче, чем Хорн. И он действительно, в отличие от активного, беспорядочного Хорна, с ударами такими довольно беспорядочными, как раз-таки Кроуфорд бил очень жестко, и он прямо сразу, буквально с первых раундов, стал все весьма обострять. Но, опять же, еще была какая интрига, что я вот вам это вслух не говорил, даже, помню, я в прогнозе сказал, что досрочно, скорее всего, Кроуфорд победит, но реально не так все просто, ведь Хорн, он очень подвижный на ногах, особенно я в этом еще раз убедился на открытой тренировке, на лапах, он там просто, он так там бегал вообще, как угорел из тренера вокруг него. А вообще это обычно, ну, вот, если вы сами боксом занимались, то базовый совет, если вас сильно бьют, и, ну, вы этого не хотите, то двигайтесь, то есть там вперед, назад, в стороны, постоянно меняете углы, короче, на ногах, на ногах не останавливайтесь. И так как Хорн, вот у него прозвище шершень, он реально, он, пускай и не самое у него техничное передвижение, но он как угорелый, прям по рингу носится, как шайба. И вот тяжело подстрелить такого. И вот было интересно, что, ну, неужели Кроуфорд на самом деле его смеет подстрелить? Ну, и, собственно, да, Кроуфорд сумел. Опять же, Хорн, он действовал, ну, вообще, очень грязненько, да, то есть он лез постоянно головой вперед, там, боролся. В итоге Кроуфорд его отталкивал просто от себя, тоже, по сути, нарушал правила, да. Но вот так или иначе, уже в восьмом раунде он так плотно по нему приложился, в девятом уже все стало понятно. Если говорить о конкретной остановке, мне кажется, она была вполне справедлива. Кто-то рассуждает, что если спортсмены получают сотни тысяч долларов, даже миллионы, то вроде как можно, ну, грубо говоря, и сознание потерять, да, для удовольствия зрителей. Но мне кажется, это совсем не обязательно, уже было понятно все, к чему идет. И, по сути, ну, был обречен Хорн, хоть формально он и как бы в нокаут не упал, ну, ясно было, что, ну, что, как бы зачем до этого доводить, да, все уже понятно. Вот такие дела. Да, опять же, еще вот, что важно, в последнее время такая тенденция нехорошая. Я, бывает, ну, с рутрекера качаю бои, может быть, я и хотел бы там как-то более законопослушным быть, не пользоваться торрентами, но я не живу в Америке, то есть я не могу воспользоваться ESPN, Showtime, да, и HBO. Поэтому вот так вот. И последние где-то пару, ну, там, месяца полтора как-то все чаще так получается, что не появляется запись в хорошем качестве. Если вот вы, например, ну, знаете вот где, как бы еще, вот вы где берете бои, то напишите в комментариях. Я думаю, это было бы интересно не только мне, но и остальным. Также еще на следующей неделе будет бой Эрла Спенса. Это тоже очень интересно, потому что, ну, Флойд Майвезер, он уже, по сути, сватал Кроуфорда и Спенса, что, как он сказал, их бой когда-то в будущем далеком, он будет, ну, очень значимым, как там Пакьял Майвезер в свое время, да. Короче, спасибо, что данное видео посмотрели. За камерой, за телефоном все это время был такой вот большой прут. Ну что, всем пока, до новых встреч! Продолжение следует...